Всем привет! Сегодня с вами Guitar School и я Александр Киселёв. И у нас сегодня в гостях Михаил Тюнов, специалист по ремонту гитар. Миш, большое спасибо, что ты сегодня к нам пришёл. Мы сегодня просветим один самый, пожалуй, простой вопрос, с которым сталкивался каждый из гитаристов. Что делать с гитарой, когда ты её принёс из магазина? Или когда ты пришёл в магазин, но кажется, что гитара за 100 тысяч рублей или на сегодняшний день это уже 200 тысяч рублей, она играет как-то не так. Вроде бы она стоит каких-то денег, но с витрины она какая-то не такая. И Михаил нам сегодня расскажет, в чём, собственно, суть. Мы имеем дело с типичной электрогитарой. Вот этой вот, она называется LTD AJ-1. Эта гитара сейчас находится в типичном, таком слегка подержанном состоянии. Оно мало отличается от нового, просто гитара немножечко потрогана руками где-то, немножечко на неё осела пыля, немножечко у неё поедены лады. Вот. И струны у неё тоже отличные от новых. Если вам когда-нибудь нужно проверить, струны новые на гитаре или не очень, если это незаметно сразу, можно вот так вот пальчиком залезть под струну и понять, чего у неё с другой стороны. Вы почувствуете подушечкой пальца, если она там неровная или если на ней грязь. Вот. Вот, например. Вот это вот типичный мусор, который говорит о том, что струну нужно, по крайней мере, протереть снизу тряпочкой, а можно и поменять. Мы сейчас имеем дело с инструментом, который довольно легко привести в божевский вид. И эту процедуру приходится делать, например, при каждой замене струн. Или когда вы просто купили гитару в магазине и принесли её домой, она в магазине тоже висит не в космосе, на неё падает пыль. С ней приходится что-то делать. Я сейчас покажу, что мы с ней будем делать. Мы начинаем со снятия струн. Конкретно на этой гитаре стоят так называемые локовые колки. Вот их зажимы. Локовый колок устроен очень просто. Самый обычный колок, к которому добавлена возможность зажимать струну внутри вот этого вот вала. Это нужно для того, чтобы на струне не было витков. Как, например, вот здесь, где я пальцем показываю. Здесь ни на одной струне нету более половины витка. Потому что зажим держит струну и так. Это очень удобная вещь. Хотя далеко не обязательно. Прежде чем струну, например, срезать, полезно струну немножечко ослабить. Полезно струну немножечко ослабить. Есть специальное приспособление, называется крутилка для струн. А которая заметно ускоряет то, что я делаю сейчас. Стоит копейки. Вот я струну немножечко ослабил. Теперь их можно, конечно, их окончательно снять. Можно ослабить зажимы вот эти вот. Можно их отсюда вытянуть. Можно их начать пытаться вытаскивать отсюда. А можно их просто взять и срезать самыми обычными кусачками. Кусачки вообще очень полезная вещь в жизни гитариста. Потому что когда вы ставите новые струны, их кончики тоже нужно куда-то девать. Их ни в коем случае не нужно оставлять на гитаре. Ничего хорошего не получится. Они расцарапают вам лицо, и расцарапают саму гитару. Они острые. Чехол вот, да, тоже расцарапают. Чехол расцарапают тоже. Так. На этом инструменте... Вот, наверное, я зря сделал. На этом инструменте используется крепление струн, так называемое, сквозное. И машинка, точнее, бридж, вот этот вот элемент, который называется тюноматик. Вы его встречаете в основном на гитарах компании Gibson, а также на клонах. То есть, Lispol, SG, все вот эти инструменты. Это самый, наверное, простой вариант. Но общие принципы его настройки, они мало чем отличаются от большинства других машинок, в том числе тремоло. То есть, здесь есть вот такие вот регулировочные винтики, которые регулируют положение седел. Седлом мы называем вот эти вот отдельные порожки. Это все близко видно, да? Седлом мы называем вот этот вот отдельный порожек, который находится под каждой струной. Вот здесь вот, например, их шесть седел. Это седло мы можем вот этим вот винтиком, который сбоку, аккуратненько регулировать, как это называется, по мензуре. То есть, мы не меняем их высоту таким образом. Мы меняем только положение седла относительно грифа с ладами. Вот в этом вот измерении. Я сейчас покажу без струны, чтобы было видно, как это работает. Вот он двигается туда-сюда. У него есть запас хода порядка там миллиметров восьми, наверное. Сразу скажу то, что вот этот тюноматик стоит под углом. То есть, то, что у него одна опора немножко ближе к грифу, другая немножко дальше. Вот это расстояние, оно чуть-чуть больше, чем вот это. Это нормально. Мы к этому еще вернемся. Сейчас я сниму этот элемент. Обычно он отваливается сам, но на этой гитаре, как мы видим, он этого не делает. Потому что у него сбоку вот здесь вот есть маленькие винтики под шестигранный ключ полтора миллиметра, которые его фиксируют, не дают ему отвалиться. Сейчас я их откручу и сниму. Снимать бридж каждый раз, когда вы меняете струны, совершенно необязательно. Если вы считаете, что гитара и так отлично отстроена, и если новые струны, которые вы ставите, ничем не отличаются от старых, то есть, скорее всего, ничего вот здесь регулировать не придется, то тогда спокойно можно просто заменить струны и больше не сделать ничего. Сейчас я для наглядности все равно вот этот элемент снял. Прежде чем гитару протирать, если вы это хотите делать, берем кисточку, любую. Потому что кисточка стряхнет с гитары ту пыль, которая на ней налипла, и вы эту пыль не будете тряпочкой возюкать по гитаре туда-сюда, тем самым царапая лак. Кисточка должна быть достаточно мягкой, чтобы самой ничего не поцарапать. Теперь гитару можно протереть при желании, но на этой гитаре матовый лак, то есть, он не отсвечивает, как зеркало. Он именно матовый. И его, если на нем нет очевидных грязных следов, лучше его не протирать, потому что... И уж точно ни в коем случае не нужно протирать полиролями. Потому что матовый лак — это такое мелкозернистое покрытие, и любая полироль, которая с ним работает, она сделает на нем лысое пятно, примерно как вот здесь. Такое вот. Соответственно, ничем его протирать таким, что остается на гитаре, не нужно. Если очень хочется, можно это сделать тряпочкой мокрой, аккуратненько. Мокрая тряпочка, не такая, чтобы с нее текло, ее можно отжать. Вот эта вот уже влажная, она не мокрая, с нее не копыт. Вот здесь вот есть небольшое пятно, какого-то жира, грязи, неважно. Вот. Аккуратненько, круговым движением, просто водичкой. Если очень хочется, можно туда чуть-чуть добавить какого-нибудь моющего средства типа ферри, совсем чуть-чуть, но лучше не надо. Обычно без этого все слезает. Круговым движением, без сильного нажима. Это то, что мы делаем с матовым лаком, с глянцевым. Можно использовать полироль из магазина, из музыкального, полироль для гитары. Или из автомагазина, тоже полироль для лака. Вот. Вот она сейчас мокрая. После этого берем сухую тряпочку, вот она, и это все спокойненько растираем. То есть мы на матовом лаке никогда не используем ничего такого, что на нем может остаться частично. Например, полироль. Вот, все. Он совершенно чистый, хороший лак. Мелкие какие-то царапины, вот такие вот залысины, которые образуются из-за того, что я пальцем располировываю эту гитару до блеска, когда играю. Мы их, конечно, таким способом не уберем. И с ними фактически ничего нельзя сделать самостоятельно. С этими местами шкуркой их тереть не нужно. Так. Еще у нас есть накладка на этой гитаре. Если накладка на гитаре темная, и если она не блестит, скорее всего, она не лакированная. Исключение составляют только инструменты, которые имеют кленовый гриф, или с кленовой накладкой, или цельнокленовый. Они сверху покрыты лаком, потому что клен без лака не живет. Но клен он очень светлый. Тут мы покажем картинку. Если эта накладочка, как ее называют, не покрыта ничем, если это просто голое дерево какое-нибудь темное, тропическое, есть смысл его почистить. Конкретно на этой гитаре все довольно чисто и так. То есть на ней нету никаких таких прям наслоений грязи мерзких. И здесь никакой специальной очистки не требуется. Если же все-таки это нужно, то мы берем, например, медиатор. Если у нас на накладочке есть прямо следы грязи, то есть наросты такие темные, коричневые, мы берем медиатор и им аккуратненько счищаем грязь. Ничего хитрого в этом нет, просто медиатор гораздо мягче, чем дерево в среднем, и он не оставит новым следов. Но мы таким образом спокойненько эту грязь счистим с накладки. Остатки этой грязи можно потом спокойно чем-нибудь убрать или тряпочкой, чем хотите. Можно ватную палочку вот так вот с двух сторон провести, убрать мусор. Вот. Ничего хитрого в этом нет. Еще очень удобно пластиковую карточку использовать, потому что ей можно прямо по всей площади это дело затронуть. После этого нам нужно накладочку увлажнить так, чтобы она блестела, чтобы это было красиво. Говорят еще, что это помогает от трещин. Это так называемое лимонное масло. Например, вот такое продается в музыкальном магазине. Как правило, его бренд роли никакой не играет совершенно. Ничего хитрого мы опять же не делаем. Берем сухую тряпочку небольшую. Хватает очень надолго этого пузырька. Часто это делать совершенно не обязательно. Мы это делаем по большому счету для красоты. При замене струн есть смысл это делать, когда накладочка чистая, когда на ней ничего нет. Струны сильно осложняют этот процесс, очевидно. Просто добиваемся того, чтобы вся накладка была равномерно покрыта этим маслом. Не так, чтобы оно стекало, но просто, чтобы было видно, что поверхность не высушенная. Покупать эфирное масло в аптеке не надо. Это немножко другое. Так. Можно подождать минутку. Вот. И растереть масло сухой тряпочкой так, чтобы все излишки абсолютно гитару покинули. Ничего сложного. Это просто нужно для красоты. Если у вас масла нет, то лучше все равно поставить новые струны без масла. Новые струны важнее. Струны надо менять хотя бы раз в три месяца. Даже если вы играете очень редко, и даже если струны у вас дорогие, я советую на гитаре их менять хотя бы раз в месяц, а в три. На басу так, чтобы быть раз в полгода. Но делать это слишком часто невозможно. Ничего страшного не будет, если вы их будете менять каждый день. Вы просто разоритесь. Следующий момент, пока гитара без струн, это можно подтянуть ей все гаечки и посмотреть вообще, чего на ней болтается, если что-нибудь такое есть. Одна из вещей, которая почти всегда нуждается в подтяжке, это вот эти вот гаечки на колках, которые стягивают колок вокруг головы. Вот они. Они бывают не на всех гитарах, но вот на этой вот они есть, поэтому мы на них посмотрим. Как правило, это гаечки под десятку, 10 миллиметров. Если нет, то подберите другой ключ. Или вообще этим не занимайтесь. Главное, чтобы вы не крутили плоскогубцами, ничего не срывали. Мы их просто чуть-чуть подтягиваем, ни в коем случае не надо давить всем весом, мы просто убираем свободный ход. Если он болтается, я сейчас покажу, как это выглядит. Если он прямо вот болтается, вот так вот, а такое бывает довольно часто, если мы видим, что колок сидит неплотно, то затяните его до потери свободного хода, плюс еще чуть-чуть. Вот оно. Чуть-чуть подтянули. Главное использовать подходящий ключик. Если вы его не нашли, то не лезьте лучше, пожалуйста. Потому что на вот этом вот черном покрытии остаются противные следы от плоскогубцев, которые уже ничего не убираются. Ну и заодно я сейчас сниму крышечку, которая закрывает анкерный стержень. Так, кроме того, мы снимем анкерную крышечку, которая прикрывает регулировочную гайку анкерного стержня. Про анкер мы сейчас отдельно поговорим. Так, хорошо. В принципе, это все. Еще иногда бывает, что вот эти вот рукоятки у нас болтаются, иногда бывает, что вот это вот болтается, иногда вот эта вот гаечка, иногда крепеж под ремень. Все это, если это можно просто подтянуть и ничего с этим больше не делать в домашних условиях, берем и подтягиваем, ничего страшного не будет. Если что-то не получается, можно сносить гитару специалисту. Он на это все посмотрит. Фактически это все. Мы готовы к установке новых струн на эту гитару. Так. Вот еще что мы забыли почистить. Если у вас какая-нибудь сложная, замороченная машинка, например, Floyd Rose, так называемый, то есть смысл его целиком извлечь из гитары, хотя бы там раз в год или раз в два года, если боитесь, опять же, сходите к мастеру. Целиком его извлекаете, тщательно его протираете тряпочкой, тщательно тоже кисточкой оттуда выбиваете всю грязь и пыль. И иногда, когда Floyd совсем грязный, если там уже между элементами набился какой-то мусор с вашей руки, то тогда есть смысл его целиком разобрать, промыть его в масле каком-нибудь, в ВД-40 или в керосине, собрать заново. Лучше самому этим не заниматься, лучше это отнести мастеру. Это не требуется делать часто. Просто железо лучше работает, когда оно чистое и смазанное. Так. Пока что мы вот это не ставим. Вот наши струны. Про струны можно много всего рассказать. интересного. А конкретно сейчас мы будем считать, что эти струны просто мои любимые. Так что я их выбрал, исходя из своих представлений о том, как гитара работает. Так. Конкретно вот эти струны Диадарио. Они называются. Нас интересуют вот эти вот два числа. Надеюсь, их будет хорошо видно. 11 и 52. Еще нас интересует вот эта вот надпись, а конкретно слово никель. Вот, кстати, еще раз 11 и 52 написано. Эти два числа – это толщина первой и последней струны. Это то, что определяет то, насколько жесткий наш комплект, насколько трудно его прожимать до лада, вот, насколько тяжело его бендить, и вообще, как он себя ведет. Это два самых главных числа. Если у вас есть какие-нибудь любимые струны, то когда вы идете в магазин покупать какие-нибудь, если вам не удалось купить такие же, то вы покупаете какие-нибудь с таким же числом. Первая и последняя струна. Все остальные выводятся из первого и последнего числа почти всегда. Кроме того, есть разные материалы обмотки, есть никель, есть сталь, есть разные кобальтовые сплавы, еще какие-то хитрые вещи. Все это есть смысл почитать уже у конкретного производителя, для чего он про это пишет. Но в среднем сталь, а конкретнее стальная обмотка на басовой струне, я сейчас покажу, на басовой, в смысле на обвитой струне. Вот у нас есть струны, есть струны голые, которые представляют собой просто проволочку стальную, ничего интересного. А вот струны обвитые, у них идет обмоточка, поверх основной проволоки, вот этой вот, у них идет обмотка. Как раз о материале обмотки вот это вот слово, никель. Бывает обмотка из разных материалов, и в общем я скажу, что чем больше никеля в обмотке, тем струны мягче во всех смыслах, в том числе по звуку, и тем от них теплее звук. И еще, как правило, остальные струны немножко более шершавые, чисто вот так вот. Поэтому, если мы хотим купить похожие струны, если таких же вдруг не оказалось, то мы покупаем струны в данном случае 1152 с никелем. Это нам даст достаточно похожие струнки. Еще бывают разные материалы обмотки, конкретно вот здесь вот у нас не материалы, форма обмотки, бывают разные. Конкретно здесь обмотка круглая, то есть у нее круглое сечение. Я обычно ставлю все струны сразу. По крайней мере, я их сразу просовываю, чтобы потом не крутить гитарой лишний раз. Здесь сквозное крепление, иногда струна в него плохо идет. Как ни странно, помогает заглянуть в это отверстие сзади и увидеть, куда там идет кончик струны. Ну и еще, если у вас струна на конце мятая, то, конечно, ее засунуть в это отверстие будет заметно труднее. Конкретно у этих струн обмотка имеет круглое сечение. Сама обмотка, вот эта проволочка, которая намотана, она круглая. Есть струны, у которых вместо круглой проволоки навита лента. И эти струны мы называем струны с плоской обмоткой, потому что в результате они снаружи абсолютно гладкие. Например, для Диадарио Хромс, такая есть серия. Эти струны дают очень глухой звук, любимый джазменами. Во-первых, потому что звук такой характерно джазовый. А во-вторых, потому что эти струны совершенно не скрипят при смене позиций. Они снаружи гладенькие. Эти они скрипят. Потому что вот. Они сдают звуки. Про струны очень много всего написано, мы не будем сильно в этом копаться. Если вы не знаете, какие купить струны, и если вы играете в стандартном строе, то есть ми, то начните со струн 10.46. И в дальнейшем, если есть необходимость, ставьте струны или потолще, или потоньше. А если нет, то ставьте такие же 10.46. И все будет хорошо. Если вы играете в пониженном строе, тогда придется увеличивать толщину струн, чтобы компенсировать потерю натяжения. Например, десятка в ми – это примерно то же самое, что комплект 12-х струн, ну там 12.54, например, в ре. По натяжению это примерно одно и то же. 10.46 и 12.54. Разница в строе. Поэтому есть смысл подбирать струны не только под, как бы, вот по этим цифрам, но и по тому натяжению, с которым они будут работать. Это локовые колки, поэтому на них ничего хитрого нету. Мы просто просовываем струну, убеждаемся, вот здесь вот это важно, убеждаемся, что она полностью уселась в отверстие. Слегка ее натягиваем рукой. Вот так. Видно? Слегка ее натягиваем рукой. И сзади закручиваем колесико, как и все прочие гайки на планете по часовой стрелке. Так. Затянули. Пока можно так и оставить, и поставить все остальные струны. Если вы порвали струну, то при условии, что вы это сделали спустя 2 недели примерно или больше после установки комплекта, то лучше поменяйте весь комплект, потому что новая струна будет заметно отличаться от старых. Ну, если, конечно, это не экстремальная ситуация, например, там концерт, репетиция. Если вы просто порвали струну и думаете менять только ее или менять весь комплект, то лучше меняйте весь комплект если струны хоть немножечко успели пожить. Если я порву сейчас струну при установке, я, конечно, поставлю отдельную. Отдельные струны иногда встречаются в магазинах. Это нетрудно. Единственное, басовые струны, ну, то есть басовые, те, которые вот эти вот обвиты, а басовые струны трудно купить ровно такие же. Тонкие струны можно спокойно менять производителя. То есть если я на этом комплекте первые три струны, которые без обмотки, поставлю от другого производителя, от Эрни, Болла, от Лабеллы, от кого угодно, то, скорее всего, мы этого не почувствуем. Голая сталь почти у всех одинаковая. Разница вся в обмотке. Полезно сразу повернуть колочек дыркой в сторону порожка, чтобы струна сквозь него происходила вот так вот насквозь. Сейчас я не затягиваю со всей силы, просто слегка фиксирую струну. Затянем мы ее потом отдельно. Локовые колки очень удобная вещь, хотя это не панацея. То есть любая гитара периодически нуждается в том, чтобы ей подкручивали колки. Это нормально. Ни одна гитара не держит струй железно. Совсем железно. Некоторые системы с флойд-роузом это позволяют, но там вы за это расплачиваетесь более сложным техническим обслуживанием. Локовые колки, как видите, просто упрощают замену струн. В этом их большое преимущество. Я сейчас на первой струне покажу, как мы себя ведем, если колки не локовые. Я сейчас немного подвину гитару. Я не считаю, что нужно несколько раз просовывать струну сквозь вот это отверстие, как многие ее второй раз ей туда ведут. Ничего хорошего не получается, потому что такую струну после этого труднее снять. А иногда это надо сделать быстро, на пресловутой репетиции или на концерте. Поэтому я делаю очень простую вещь. Никаких узлов я не вяжу, ничего не делаю. Я просто наматываю где-нибудь там три витка на тонких струнах. Можно и чуть побольше, можно и чуть поменьше. Главное, чтобы эти витки все ложились на вал колка, чтобы они не заходили друг на друга, чтобы они не пересекались, потому что надо, чтобы они имели жесткую опору под собой. Конкретно на этой гитаре, и вот на этом вот колке, где я показываю, как работает обычный колок, не локовый, как на нем ставить струну, я зажимаю торчащий хвост струны между витками. Первый виток я пускаю над этим торчащим хвостом, вот он тут над пропущен, а остальные я веду под этим витком. Таким образом, хвостик струны получается слегка дополнительно зажат. И мне вполне двух-трех витков хватит, чтобы держать эту струну. Если у вас очень тоненькая струна, например, девятка или тоньше, то лучше ставьте там хотя бы витка четыре. Купите крутилочку. Так. Ну вот, мы ее сейчас настраиваем, и вот, если здесь видно, я надеюсь, что видно, вот здесь, с этой стороны, это хвост струны, он зажат между витками. Здесь я хочу сделать странную вещь, я хочу показать в камеру кутиш. Это то, как надо ставить струну на колок, серьезно. Вот это торчащий хвост, вот это верхний виток, остальные под ним. Струна идет вот отсюда. Посередине, соответственно, вал колка. Легко запомнить, полезно смотреть на кутиш. Так. Хорошо. В принципе, вот, мы настроили струну. Я ее даже, наверное, пока что так оставлю. Никакой разницы не будет. Здесь я даже не воспользовался локом, он свободно болтается, ничего не меняется. Но все равно струна отлично держится, потому что ей хватает. Для этого буквально двух-трех витков. Можно ее вот так вот, чуть-чуть совсем, совсем чуть-чуть растянуть вверх, чтобы убрать какие-то области, где она еще не до конца легла на вал колка. Вот она. Все, мы настроились. То есть локовые колки, они просто облегчают жизнь, они больше ничего не делают. Сейчас я спокойненько затяну все вот эти вот зажимы. Их надо затягивать только руками. Никакие дополнительные приспособления здесь неуместны. Спокойненько затягиваем руками. Если мы это будем тянуть плоскогубцами, во-первых, мы что-нибудь испортим, во-вторых, мы можем перекусить струну. Не так это трудно делается, как кажется. Так, готово. Теперь мы спокойненько обрезаем струны. Купите маленькие кусачки. Они почти не занимают места, их удобно положить в гитарный чехол. Они полезны в быту. Им можно обкусить вот эти вот отвратительные хвосты. При этом важно не поцарапать покрытие на гитаре. И на железе тоже. Ничего хитрого. Самое время включить тюнер. Тюнер у нас вот. Работает. Так, вот первая струна. Мы эту гитару строим в стандартный строй. Абсолютно ничего хитрого сейчас не происходит. Тюнер можете использовать абсолютно любой. Вот сейчас уже даже есть приложение для смартфонов, есть всякие программы компьютерные в любом процессоре, есть тюнер и так далее. Можно настраиваться по песне металлика на Funnels Matters. Серьезно. Ничего страшного в этом нет. Просто, если у вас струны очень слабо натянуты, или если они очень низко натянуты, например, на бас-гитаре пятая струна, самая толстая, C. Есть смысл настраивать ее не по открытой, вот так вот, а по флажолету на 12-м ладу. Он дает плюс одну октаву вверх, более высокий тон, и он звучит ровнее, и тюнеру с ним проще работать. Все, медленно тяну. Готово. Ми. Сейчас я чуть-чуть беру струны, и их вот так вот слабенько, четырьмя пальцами, чтобы сильно нигде не перегнуть, растягиваю вверх, с тем, чтобы убрать какие-то мельчайшие вот здесь вот отклонения струны, которые еще не до конца легли на колок. Сильно это делать не надо, порвете. С тем же успехом можно делать бенд. Вот такой вот. Вот, струны немножечко просели. Я их опять дотягиваю до нужного тона. Ну вот, можно уже включать усилитель. Теперь рассмотрим то, как гитара работает со струнами. Зачем здесь нужны вот все эти винтики? Про мензуру я уже рассказал. Я еще не рассказал о том, как регулировать высоту бриджа и зачем. И не рассказал про анкерный стержень. Про анкерный стержень я начну рассказ с самого анкера. Вот он. Примерно так выглядит анкер в вашей гитаре, особенно если она новая и сделана не в Америке. А на ней, точнее внутри, грифа, внутри грифа, находится вот такой вот металлический элемент, который путем очень нехитрой регулировки может изменять свою форму. Он может либо прогибаться вот так, либо наоборот прогибаться вот так. Сейчас я возьму ключик. Вот анкер. В данной гитаре он лежит приблизительно вот так. Просто это анкерный стержень от бас-гитары, поэтому он немножечко длинный. Вот ровно то же самое лежит внутри этого грифа, только оно немножечко покороче. Вот так вот. Что происходит, когда мы его вращаем? Когда мы его вращаем по часовой стрелке, по часовой, это если мы смотрим на гайку, хоть она здесь, хоть она здесь, это не важно, мы смотрим на гайку с торца, и вокруг нее рисуем циферблат. Вот это по часовой, очевидно. И вот что происходит с анкером. Он выгибается вверх. На самом деле в грифе он плотно зажат, вот здесь, поэтому он выгибается вверх, весь сразу. У меня не очень получается. Моя рука отличается от грифа немножечко. Если вдруг нужно наоборот прогнуть гриф, многие варианты вот этих вот анкерных стержней позволяют прогибать гриф по направлению струн. Это иногда бывает полезно, если вдруг гриф по каким-то своим причинам решил отклониться назад, против натяжения струн, а струнам не хватает усилия, чтобы его распрямить, и гриф противно выгнут назад все время, и в начале грифа поэтому звенит, потому что здесь идет горочка вверх. В этом случае такой анкер помогает прогнуть гриф по направлению струн. Вот что происходит внутри грифа. Ничего сложного, в общем-то, в этом нет. По крайней мере, пока гитара исправна. Так, мы смотрим на прогиб грифа, в первую очередь. Прежде чем это делать, мы, разумеется, слегка... Прежде чем настраивать анкер, мы должны убедиться, что натяжение гитары, то, в котором мы собираемся ее использовать. Например, в данном случае, это струны, натянутые в строй ми. Только что мы настроили гитару, мы уверены, что она нормально строится, и что натяжение и нагрузка на гриф, оно штатное. Теперь можно проверить прогиб. Громкости я убрал. Прогиб проверяется достаточно простым способом. Вы можете, конечно, взглянуть вот так вот вдоль грифа, так, чтобы увидеть, как изгибается гриф. Но я советую более простой метод. Прижимаете один палец. Я сейчас буду показывать по первой струне. Прижимаете одним пальцем струну на первом ладу, а другой рукой прижимаете там, где кончается гриф, и начинается его толстая часть, пяточка. В данном случае это где-нибудь лад 15-й, 17-й. То, что вот на этой части тоже есть лады, вас не должно обманывать. Анкер вот это вот место уже не гнет. Он не может, она слишком толстая. Поэтому мы смотрим на ту часть грифа, которая пластична, которая поддается регулировке анкером и сгибается под струнами. Мы ставим второй палец вот сюда, например, и струна, она натянута, она работает как линейка. Мы видим, что вот здесь вот, здесь надо очень крупно снять, мы видим, что вот здесь вот у нас есть зазор ладом над, ну вот середина этой области грифа, это в данном случае 8-й, 9-й примерно лад. Вот мы видим, что у струны есть небольшой зазорчик над ладом. Это значит, что струна у нас сейчас идет прямая, а гриф под ней имеет форму дуги легонечко. Он легонечко прогнут. Вот этот вот зазор. Если мы сейчас возьмем ключик и подкорректируем прогиб грифа, если мы слегка подтянем анкер, вот я туда вставляю ключ и чуть-чуть его подтягиваю. Сильно не надо, за один раз больше градусов 10 не нужно. Чуть-чуть совсем. Мы можем после этого сравнить прогиб визуально. Точно нас это не интересует. Убедиться, что он стал капельку поменьше. Можем подтянуть еще немножечко. Если анкер идет туго, если вы чувствуете, что он идет как-то непредсказуемо, если он не идет с равномерным небольшим усилием, если он идет тяжело, тогда лучше прекратить эти манипуляции, сносите гитару к специалисту, он вам расскажет, все ли с ним в порядке с анкером. Может быть, нужно просто смазать гаечку на конце анкера, вот эту вот. А может быть, нужно делать что-то более серьезное, пусть специалист посмотрит. Потому что все манипуляции с грифом, с анкером, они довольно сложны, если исключить вот эту регулировку. Если вы там что-то сорвете или сломаете, то ремонт будет очень дорогостоящий, как правило. Поэтому аккуратненько. Здесь анкер крутится очень легко. Очень легко, предсказуемо и стабильно. Вот сейчас прогиб практически ушел. Я надеюсь, что это видно. Сейчас здесь зазор совсем микроскопический. Но я сейчас гриф доведу до прямого. Я сейчас гриф доведу до прямого. Так. Вот, сейчас гриф практически прямой. Там есть какой-то зазор, но я его уже даже не вижу. Просто вижу, что струна немножко смещается, когда нажимаю большим пальцем на нее. Сейчас гриф прямой. Это то, с чего мы начинаем отстройку гитары, как правило. Теперь можно еще раз проверить натяжение струн. Часто говорят, что нужно ослаблять струны, прежде чем регулировать анкер. Это не вредно, но, как правило, и не несет никакой пользы. Если анкер крутится легко, и если вы его регулируете чуть-чуть, как в данном случае, то есть если он не был прогнут очень сильно, и вы его выпрямляете, если он был прогнут капельку, и вы его чуть-чуть выпрямляете, то ослаблять струны не обязательно. При условии, что он легко идет. Вот с чего мы начинаем. Теперь у нас имеется практически прямой гриф, насколько возможно. У нас есть верхний порожек, есть нижний порожек. Они определяют высоту струн. Верхний порог, как правило, не поддается самостоятельной регулировке, и лазить туда с какими-то самодельными надфилями, как правило, не нужно. Скорее всего, вы чего-нибудь сломаете. Верхний порог мы не трогаем, но мы можем проверить, насколько он соответствует своей задаче. Вообще, все устроено очень просто. Верхний порожек рассматриваете его как еще один лад, нулевой. Вот это первый, вот это нулевой лад. Он занимается очень простой вещью. У вас вот здесь вот, вот по этой вот линии, по его торцу, по этой вот линии, у вас перегибается струна ровно так же, как она делает на центре лада. Но помимо этого порожек еще фиксирует струны, не дает им разбегаться в стороны. Вот эти прорези, они не пускают струну. И здесь верхний порожек, это нулевой лад с дополнительной функцией удержания струн, поперек грифа, так, чтобы мы могли их зафиксировать на нужном расстоянии друг от друга. Поэтому высота струны, лежащей в прорези порожка, итоговая высота, должна быть приблизительно такой же, как высота лада, плюс совсем чуть-чуть. То есть он чуть-чуть, его прорезь, она дает высоту чуть-чуть выше, чем высота лада. Если мы этого не делаем, если у нас вот здесь вот очень толстые порожки, если струна идет сверху, вот так вот, какие возникают проблемы? Проблема такая, что если мы вот здесь вот прижимаем струну, то если она очень высоко, мы ее избыточно давим, из-за этого нам труднее играть на первых позициях, а струна немножко хуже строит. Почему я расскажу немножко попозже. И для того, чтобы гитара идеально себя вела, нам полезно, чтобы верхний порожек был отрегулирован, чтобы прорезь в нем была чуть-чуть выше, чем высота лада. И все. Как мы это проверяем? Мы берем гитару, мы зажимаем, опять мы пользуемся только струной, струна прямая. Мы ее используем опять же как линейку. Мы прижимаем струну сразу после второго лада, то есть не на третьем ладу, а после второго. Нам надо, чтобы она лежала на втором ладу. И другим пальцем мы, опять же, надавливая на струну возле первого лада, мы смотрим на зазор над первым ладом. Мы понимаем, насколько высоко у нас вот здесь вот лежат струны. Потому что чем выше вот здесь лежит струна, тем больше вот этот вот зазор, достаточно очевидно. Этот зазор мы не можем сами регулировать, но мы можем сказать, что этот зазор должен быть небольшой совсем. Он должен присутствовать, но он должен быть очень маленьким, порядка толщины первой струны или даже еще меньше. Мы это повторяем на всех струнах, и мы оцениваем высоту пазов в порожке. Если она слишком маленькая, то мы заметим, что струны звенят на открытых. Мы на полностью отстроенной гитаре, если прорезь слишком низкая, обнаружим, что открытые струны звенят. И если наоборот прорезь слишком высокая, нам просто будет менее удобно играть. Поэтому если вы чувствуете, что здесь прижимать струны тяжеловато, и гитара плохо строит на первых позициях, не дает нужные ноты, есть смысл, опять же, сходить к мастеру, который вам эти пазы немножечко подпилит, сделает их поглубже. К сожалению, самостоятельно это сделать достаточно тяжело. Требуются специальные инструменты, некоторый навык. Лучше сходить. Итак, мы разобрались. На этой гитаре с порожком все хорошо, слава богу. Мы теперь можем поговорить о высоте струн, о том, насколько струны высоко над грифом. Верхний порожек не регулирует высоту струн над грифом. Как только вы ее прижимаете, у вас вся его регулировка высоты, она уже не влияет на вот эту часть струны. Верхний порожек не влияет на высоту струн. Он влияет, может быть, только на первых позициях. Мы говорим о вот этом элементе, который занимается регулировкой высоты. Вы почти на любой, вообще на любой, мне кажется, машинке или на любом бридже электрогитарном найдете что-то, что регулирует высоту. Либо это два больших винта по краям, в данном случае вот эти вот два, на Флойд Роузе, например, на нем есть два больших опорных болта. Тоже они стоят симметрично. Их хорошо видно, их можно регулировать для того, чтобы весь бридж регулировался по высоте. На большинстве машинок есть какие-либо элементы. На многих есть отдельная регулировка каждой струны. Например, на стратовской машинке у каждого седла есть два винтика по бокам, которыми вы толкаете струну вверх или вниз. Здесь индивидуальной регулировки нет. Здесь можно настраивать только высоту струн в целом. На порожке при этом предзадан так называемый радиус. То есть то, что струны лежат немножечко вот так вот над грифом, и лежат немножечко поката. И немножечко закругленно. И сам гриф, он тоже немножечко закруглен. Это нормально. Чтобы отрегулировать высоту струн, на самом деле ничего не требуется, кроме как некоторое терпение, некоторый, может быть, опыт. Ваша задача просто регулировать высоту струн и регулярно играть на гитаре, и понимать, насколько вам комфортна нынешняя высота. Высота струн — это всегда компромисс между звоном и удобством. Если мы опустим струну очень низко, нам будет очень удобно, но при этом струны начнут очень противно звенеть. Поэтому я думаю, что хорошая стартовая точка — это около миллиметра на 12-м ладу, от лада до струны, и около полутора миллиметров на шестой струне. Опять же, от 12-го лада, от его кромки, до струны. Я думаю, что это хорошая стартовая точка, от которой есть смысл начинать. Мы берем отвертку. В данном случае эта отвертка вот такая вот шлицевая, они тоже бывают разные. Всегда старайтесь подобрать отвертку, которая идеально подходит к прорези. Это касается и крестовых, и шестегранных. Нет смысла использовать слишком маленькую или слишком большую отвертку, вы чего-нибудь поломаете. Чуть-чуть я сейчас ослаблю струны, капельку, просто чтобы у нас они не испытывали дополнительные нагрузки. Немножечко приподниму. Вот так вот. Дело в том, что когда мы поднимаем вот этот элемент, он немножечко растягивает струны, и струна повышает свой тон. Мы можем ее таким образом немножечко перерастянуть и, может быть, даже порвать. Я сейчас заблаговременно приподниму струны повыше, а опускать мы их можем без всякой угрозы для них. Поэтому я сейчас их приподнял. Вот, видите, она оползла немножечко вверх, хотя ее до этого ослаблило. Так, теперь у нас высота струн. Здесь в районе двух, я думаю, а здесь в районе где-то один и два. Чтобы не гадать, полезно использовать медиатор. Только вот не такой, а какой-нибудь плоский. Вы можете использовать также, если у вас есть, можно использовать вообще щупы слесарные, но лучше не надо. Полезно пользоваться, например, вот такими вот шестигранными ключами, вот такими вот. Для того, чтобы измерить высоту струн над ладами, можно использовать простой медиатор. Желательно несколько. Они бывают разной толщины. Купите 0,4, 0,7, 1, 0,9, 1,2, 1,5. Скорее всего, они у вас уже есть. Вы просто просовываете вот здесь вот медиатор и смотрите, цепляет ли его струна. Здесь вот она его, очевидно, не держит. Вполне очевидно. Но эта толщина 3 мм, это просто очень много. Тем не менее, мы видим, что 3-х миллиметровый медиатор сюда, очевидно, не пролезает. Он застревает под струной, значит, здесь высота больше 0,7. Вот эта вот медиатор толщина. Но меньше, чем 3 мм. Можно использовать также, достаточно удобно, можно использовать шестигранный ключ. Типа такого вот. Вот, например, ключ 2,5 мм. У него расстояние между параллельными гранями как раз-таки 2,5 его размер. Мы можем его аналогичным образом, аккуратненько, чтобы ничего не поцарапать, попробовать засунуть под струну. Вот здесь он явно не пролезает. Мы можем сказать, что вот на шестой нам осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Здесь около 2, значит, миллиметров. А сюда он не пролезает совсем никак. Такое ощущение, что там где-то половина его толщины, то есть как раз 1,2. У меня сейчас есть шестигранный ключ в формате вот такой отвертки. Это будет не очень наглядно. Но я им сейчас буду пользоваться. Я сейчас вот эти 1,5 мм этого ключа буду пропихивать под струну на 12 ладу. И он сюда спокойненько пролезает. Значит, здесь у меня около 1,5 мм и есть. Здесь 1,5 мм. А здесь проходит с еще большим свистом, и сверху есть зазор. Значит, здесь чего-то порядка 2. Мы хотели сделать здесь миллиметра, а здесь 1,5 мм. Значит, я немножечко снижаю высоту струн. Вот. Важно после этого настраивать гитару заново, потому что неверное натяжение струны может немножечко изогнуть гриф, который внесет свою поправку в высоту струн. Так, мы проверяем еще разочек. Кстати, это все полезно делать, когда гитара лежит в рабочем положении. Вот так. Потому что иначе высота, не высота, потому что иначе вес грифа гитары и вес бриджа, если он плавающий, если это маршинка, тремоло, он, опять же, немножечко меняет показания. Вот я сейчас засовываю сюда полутримиллиметровый ключ, пользуюсь им как щупом, и обнаруживаю, что он почти не пролезает. Он чуть-чуть поднимает струну, но совсем чуть-чуть. Сейчас здесь где-то 1,4. Можем чуть-чуть подкорректировать, совсем капельку. Вот так. Сравнить. Вот сейчас он сюда пролезает просто вот без зазоров, без всего, но при этом струну не трогая. Здесь полтора миллиметра. Такой ключик, кстати, скорее всего, есть в комплекте к вашей гитаре, если вы покупаете новый. Он не обязательно выглядит вот так, он, скорее всего, Г-образный, вот такой вот. Но разницы никакой нет. Так. Ну да, здесь, конечно, уже ничего не пролезает, потому что это полтора, а здесь уже заметно меньше, чем полтора миллиметра. Чуть-чуть еще и опущу. Но надо понимать, что нет никакой нормальной высоты струн. Есть высота струн, которая устраивает лично вас. Поэтому я сейчас это делаю для некого усредненного гитариста. Вероятно, это не вы. И можно потом чуть-чуть все поправить на свой вкус, на свое усмотрение. Так. Ну вот, я буду считать, что мы добились нужной высоты. Еще раз. Совершенно неважно, там 1.1 или 0.9. Если вас все устраивает, то это совершенно неважно. Гитара всегда будет превосходно работать. Теперь самое время взять гитару и на ней немножечко поиграть. Тихо. Давайте пойдем просто по грифу равномерно. Я выберу бриджевый датчик вот здесь вот. То есть вот этот вот. дает немножко более резкий звук, без дополнительных обертонов. Мне это просто удобно сейчас. Я сейчас пойду по грифу и буду слушать, как гитара звенит. По одному ладу. Вот характерный звон. Этот звон не обязательно слышно в усилителе. Не обязательно его там слышно. Мы заметили, что если где звон и есть, он есть вот на этой половине грифа. Мы заметили, что у нас звон идет в основном в начале грифа, а не в конце, не на этой его части. Это можно подкорректировать как раз легким ослаблением анкерного стержня. Происходит вот что. Сейчас я расскажу. У вас струна, когда вы ее дергаете, она перестает быть прямой. Сейчас она прямая. А вот так у нее есть некое большое веретено колебания, некая область пространства, в которой она бывает в процессе колебания. И эта область, она не прямая. Такая вот немножечко изогнутая. Чтобы гитара не звенела на первых позициях, обычно мы немножечко ослабляем анкерный стержень. Я напомню, ослабляем. Это значит, что мы его откручиваем против часовой, и он заставляет гриф согнуться немножечко под струнами. Вот так. Вот что здесь происходит. Я сейчас это сделаю для чего? Чтобы в начале грифа был легенький прогиб, и чтобы таким образом в начале грифа каждый следующий лад был чуть-чуть ниже, чем предыдущий. Вот. Сейчас покажу. Вот что происходит. Здесь у нас первый лад, здесь второй, здесь третий. Каждый следующий лад ниже, чем предыдущий. Это помогает как раз струне сюда вместить вот эту вот поверхность. Слегка... Ну, не поверхность. Позволяет сюда вместить вот все свои колебания. Как раз вот в эту вот покатую горочку, да? Сейчас мы это проверим. При этом сильно ослаблять анкерный стержень не требуется. Нам достаточно просто сделать гриф капельку прогнутым, и все будет хорошо. Вот, например, типичный звон. Давайте немножечко ослабим анкер. Уже стало меньше. Можно еще чуть-чуть ослабить. Поскольку мы прогибаем гриф очень слабо, относительно общей геометрии грифа, то никаких глобальных изменений высоты струн не будет. Они станут капельку повыше. Если хотите, после этого можно струну еще немножечко опустить после регулировки анкера. Как правило, это не требуется. Сейчас я еще чуть-чуть его прогну. Фактически он стоял как надо. Просто я для того, чтобы было понятно, почему он был немножко прогнутый, я его натянул, а после этого вот сейчас прогибаю обратно. У каждого анкера своя чувствительность, и у каждого грифа восприимчивость к струнам. Поэтому я не буду говорить, что крутите его на полуоборату, крутите его на полный оборот. Крутите его, пока он не выполнит свою задачу, если он легко крутится. Если нет, то надо прекращать вращение и сходить к мастеру. Вот, я проверяю прогиб. Быстренько он действительно увеличился. Ну вот, живем. Если сильно ударить по струнам, они будут звенеть всегда, даже если они стоят очень высоко. Но это надо очень сильно играть. Если вы только так и играете, то поставьте струны пожестче. Так, мы разобрались с прогибом. Можно проверить всю гитару, на ней еще немножко поиграть. Она, несомненно, работает. Полезно еще после этого проверить строй. И вообще, пока струны новые, они будут немножечко ползти. За первый час это решится полностью. Скорее всего, за первый минут 10, если вы играете. Все работает. Надо пробежаться по всему грифу и играть так, как привыкли играть вы. Я привык играть вот так. Меня все устраивает. Работаем дальше. Что у нас осталось? У нас осталась регулировка мензуры. Это вот эти вот седла, которые имеют возможность двигаться туда-сюда. Мензурой называется звучащая длина струны. То есть расстояние от верхнего порожка до нижнего, вот та часть струны, которая активно работает, когда вы ее дергаете. Вот здесь она уже не колеблется. И вот здесь она не колеблется тоже. Она колеблется вот здесь. И вот это вот расстояние называется мензура инструмента. Оно бывает разное. Стало быть, чем больше мензура, тем больше натяжение у струны. Поэтому на бас-гитаре обычной мензуры 34 дюйма, то есть значительно больше. И по той же причине разнообразные любители низких строев довольно часто играют на так называемых баритонах. На инструментах, у которых мензура обычно идет 26, 27 и более дюймов. У них просто сильнее натянута струна. Мы можем наращивать натяжение струны несколькими методами. Мы можем увеличивать строй. Если я сейчас эту гитару натяну на тон выше, вот она сейчас в ми, если я ее сейчас натяну в фа диез, то у меня, конечно, повысится тон, но при этом струна будет сильнее натянута. Она будет меньше звенеть о лады. У нее вот это вот веретено колебания, оно будет меньше. Амплитуда колебаний будет меньше. Тем не менее, мы не хотим, как правило, терять тот строй, в котором мы привыкли играть. Поэтому вариант изменять строй гитары почти никогда не работает. Если же мы оставляем стандартный строй, в данном случае ми, если мы хотим сделать струны пожестче, у нас всего два варианта. Либо мы ставим более жесткие струны механически, то есть они уже не 11, а, например, 12 или 13. Это более жесткие струны. Либо мы увеличиваем мензуру инструмента. Ну, нам, разумеется, понадобится какая-нибудь другая гитара. Если мы купим баритон для сравнения с этой гитарой, с мензурой 27, например, и поставим на него ровно такие же струны в тот же строй, они будут натянуты сильнее. Зачем мы настраиваем мензуру? Самый странный вопрос. Мы поставили лады на гриф очень точно. Вот это все на фабрике поставили с точностью порядка сотой доли миллиметра. Они над этим работали очень много, они старались. Почему мы не можем поставить ровно так же, как мы поставили вот эти лады и верхний порожек, почему мы не можем поставить бридж тоже по какой-то заранее предопределенной формуле? Решение очень простое в этой загадке. Мы, когда прижимаем струну к ладу, мы ее слегка растягиваем. Вот это вот растяжение это то же самое, что бенд. Как работает бенд, мы все знаем. Вот. Вот я чуть-чуть растянул струну, она высет. По чуму вроде должно быть видно. Я умею на ней смысл снять. По чуму вроде должно быть видно. Вот смотрите. Я склоняю струну приблизительно на 2 миллиметра. Поехали. Вот он чуть-чуть уплыл. Даже небольшой бенд на металлических струнах, он меняет их натяжение. Все забывают о том, что когда мы прижимаем струну к ладу, когда мы ее прижимаем, мы струну тоже немножечко растягиваем, только мы это делаем не по горизонтали, а по вертикали. Но струна-то растягивается, она не знает ничего о том, в какой плоскости ее выгибают. И из-за этого, если мы поставим точно по мензуре, по математической формуле, нижний порожек, если мы поставим точно по мензуре, то гитара будет высеть. Например, 12 лад на гитаре это ровно половина мензуры. Почти всегда. То есть, по идее, вот это расстояние от нижнего края верхнего порожка до середины 12 лада должно быть равно расстоянию отсюда до края нижнего порожка. Но это не работает. Эта гитара будет высеть. Потому что мы предполагаем, что струна не растягивается, а она растягивается, она высит. Чтобы это поправить, применяется очень простой трюк. Все вот эти вот седлышки отдельные, они немножечко отодвигаются назад. Зачем это делается? Потому что чем лад ближе к бриджу, тем он выше дает тон. Это очень легко заметить. Вот смотрите. Очевидно, это ми. Это фа. Это происходит потому, что вот этот лад, он ближе к бриджу, чем вот этот. Что мы делаем? Мы отодвигаем немножечко бридж назад от ладов, и таким образом лады, ну, по относительному расстоянию, они немножечко отодвигаются к нижнему порожку, и таким образом они дают немножко более заниженный тон. Вот как это работает. То есть мы прижимаем струну, она начинает высеть, а мы немножечко как будто отодвигаем лад туда, и он из-за этого начинает немножко низить. И эти две поправки, они друг друга уравновешивают. Вот как это работает. Чтобы это проверить, мы берем флажолет на 12-м ладу, который всегда дает плюс одну октаву вверх. Он ничего не знает ни о ладах, ни о мензуре. Он всегда дает плюс одну октаву вверх. Вот по тюнеру это видно. Для сравнения вот открытая струна. Все то же самое. Просто меняется октава. Теперь мы берем и прижимаем струну на 12-м ладу. Не сильно. Чуть-чуть мы ее прижимаем. Видите, тюнер считает, что этот звук немножечко ниже, чем он должен быть. Явно флажолет дает тон нормальный относительно открытой струны. Ну, он всегда его будет давать нормальный. А вот прижатая струна немножечко низит. Давайте попробуем это подкорректировать. Делается очень легко. Конкретно на этой гитаре это упрощено до предела. Можно даже не ослаблять струну. Здесь вот есть регулировочные винтики, в котором я... Смотрите, у нас струна, низит. Раз она низит, значит этот лад слишком далеко от бриджа. Мы должны пододвинуть бридж поближе к ладу. Я беру и чуть-чуть подтягиваю. Вот он движется. Теперь мы можем опять настроить гитару и сравнить. Тюнер доволен. Мы настраиваем мензуру не ради тюнера с другой стороны. Поэтому, если на ваше ухо все в порядке, если у вас строят аккорды, если вы не чувствуете, что у вас какие-то не те ноты, если у вас все созвучия нормально звучат, то, скорее всего, мензуру настраивать не требуется, по крайней мере, лично вам. Тюнер — это просто демонстрация, скажем так, автоматическая того, что должно быть. Вообще, я обычный мензуру настраиваю по слуху. Тюнер — он только для дополнительной проверки. То же самое мы повторяем на остальных струнах. И еще это тоже полезно делать, когда гитара находится в рабочем положении, чтобы вес ее грифа ничего не менял. Тюнер — тюнер лучше сглушить рукой. Здесь тоже все хорошо. Здесь, мне кажется, что низит, хотя этот тюнер со мной не согласен, но я слышу, что она немножечко низит. Давайте попробуем чуть-чуть сдвинуть. Если он низит, значит, нам надо его немножко пододвинуть вперед, чтобы он высел. Те же самые принципы работают почти на любом бридже. Вы, скорее всего, там найдете какой-либо элемент, который можно двигать вперед и назад относительно грифа, который вам даст как раз желанную регулировку мензуры. На стратовской машинке там такие винтики сзади туда-сюда двигают седла. Ничего хитрого в этом нет. Просто если вы не знаете, как это делать, посмотрите в интернете. Например, у вас в Floyd Rose вы пишите, как настроить мензуру на Floyd Rose. У вас на YouTube вылезет миллион разных роликов, где люди этим занимаются. Обычно успешно. Еще чуть-чуть, хотя мне уже по слуху все нравится. Чуть-чуть совсем еще. Мензуру надо подкручивать, если вы чувствуете, что гитара плохо строит, а также при переходе на другие струны. То есть на другую толщину, на другое натяжение, в другой строй тоже, да. Вот. На другую толщину, на другое натяжение, на другой вариант. То есть там, стальникель, они все немножко разные по жесткости. Порядок. немножечко высит. Раз он высит, значит, нужно отодвинуть седло от грифа. КОНЕЦ Практически все. Что нам осталось? Нам осталось, во-первых, затянуть вот эти вот два винта, которые фиксирует тюноматик, чтобы он не отваливался с гитары, когда струны сняты. Для этого есть смысл еще раз поиграть на гитаре, посмотреть, насколько все комфортно отстроено, не нужно ли что-нибудь чуть-чуть поправить. Например, я вижу, что высоковато у меня стоят струны тонкие. Я чуть-чуть их опускаю, да и басовые капельку можно тоже. После этого мы настраиваем гитару опять, опять проверяем мензуру. Мензура всегда проверяется последней, она зависит от высоты струн. Помните, что совершенно необязательно ставить струны очень низко. Часто люди хотят, чтобы все было предельно низко, но ничего не звенело. В этом нет смысла, потому что когда струны стоят совсем низко, при сильной атаке они начинают звенеть, они мешают вам играть так сильно, как вы этого хотите. Поэтому кто-то, кто хочет, пускай ставит струны низко, но в целом для просто большего диапазона стилей, для большего диапазона силы вашего удара, есть смысл немножко приподнимать струны относительно вот пресловутого миллиметра. Надо пробовать. Мензура почти не уплала, как мы видим. Живем. Что вы еще не обсудили? Мы не обсудили высоту датчиков. С этим ничего хитрого нет совершенно, в отличие от всех этих вещей, это уж совсем безнаказанная процедура. То есть вы не сможете ничего сломать, даже если очень постараетесь. Я сейчас зафиксирую бридж, потому что мы закончили его регулировку по высоте. Поехали. Что касается высоты датчиков. Это вопрос очень-очень индивидуальный. В целом, чем датчик ближе к струнам, тем более громкий и тем более мощный сигнал он снимает. Это легко показать. Показываю. Сейчас у нас играет бриджевый датчик. Мы поднимаем теперь его. Он стоит очень низко. Сейчас я его поднимаю. Поднимаю его на такую высоту, чтобы его только-только струны не касались. Важно это делать при прижатых струнах на последних позициях, чтобы вы не касались датчика. Если вы сейчас поднимете до предела датчик, то когда вы прижмете струну к последнему ладу, она у вас ляжет на него. Ну вот, для сравнения. Разница очевидна. Они даже разные по громкости стали из-за того, что этот я очень высоко поднял. Отлично. Есть смысл просто взять отверточку и посидеть дома с ней перед усилителем, перед своим там любимым процессором, перед чем угодно. Перед тем, что вы будете регулярно с этой гитарой использовать. И подрегулировать их на свой вкус. Следует опасаться только того, что нековый датчик, приближенный слишком близко к струне, он будет мешать струне колебаться своим магнитным полем. Не факт, что мы это здесь увидим, к сожалению. Да, вот оно. Смотрите. Волчки вот эти вот. Если мы посмотрим на то, как струна колеблется вблизи, мы даже увидим, что она колеблется как-то очень странно. У нее не равномерно увеличивается и уменьшается амплитуда. Она идет такими противными волнами. Вот здесь вот это хорошо видно. Она вот так вот идет. Вот таким вот образом она колеблется. И отсюда мы слышим эти волчки. Происходит это от того, что магнитное поле датчика, которое активно всегда, даже когда вы выключили гитару. Магнитное поле от магнитов, которые есть в датчике, оно мешает струнам колебаться. Струна сделана из ферромагнитного материала, который, болтаясь в поле, немножечко им тормозится. Если очень упрощать. И вот если я сейчас опущу датчик обратно, вот что получится. Гораздо ровнее. Могут остаться небольшие следы вот этого поведения, если приглядеться. Но разница совершенно очевидна. Этого надо особенно бояться на стартокастерах, где три сингла с отдельными магнитиками под каждой струной, они очень сильно влияют на колебания струны. Нет возможности полностью этого эффекта избежать, но, по крайней мере, опустите немножечко средний датчик, которого здесь нет, и нековый датчик до того момента, как этот эффект перестанет вас раздражать. Он особенно заметен на последних позициях, когда струна еще ближе располагается к датчику. Высота ее очень сильно над датчиком меняется. В общем, это вопрос вкуса. Разумеется, вы можете почитать инструкции производителя. Например, EMG советует свои датчики ставить как можно ближе к струнам, но мы видели, чем это кончается. Поэтому мы так делать не будем. Но я вам советую самостоятельно, без всяких инструкций, покрутить датчики туда-сюда. Если они не крутятся, то придется, опять же, навестить какого-нибудь мастера, который вам все расскажет. Даже громкость почти одинаковая. Хотя это далеко не обязательно и во многих случаях недостижимо. Но в данном случае это хорошо, что это возможно. Ну вот, все в порядке. Фактически это все. Осталось несколько вещей, которые можно рассказать отдельно, которые опциональны, они далеко не всегда требуются. Во-первых, это смазка верхнего порожка. Верхний порожек в том месте, где через него проходит струна, он ее очень плотно обхватывает. И когда струна у нас сделана не обвитой, а голой, то довольно часто бывает так, что порожек просто закусывает струну, он не дает ей нормально двигаться, она трется об него. Это довольно трудно засечь, особенно на этой гитаре, на ней все хорошо. Сейчас мы настроим третью струну по тюнеру, чтобы иметь некий эталон. И будем над ней издеваться. Готова. У нас там соль. Сейчас я ее опять сильно растяну, вот так вот, чтобы убрать отсюда все лишнее. Капельку она просела. Мы ее натягиваем обратно. Еще раз так же бендим. Вот, все. Почти все. В третий раз. Мы полностью убираем все несоответствия вот здесь, если они есть. Все. Теперь она не теряет строй, когда мы ее здесь бендим. Ничего не происходит. Она продолжает быть там же, где была. Теперь смотрите. Я беру и вот здесь вот струну сильно растягиваю. Вот так вот. Я ее растягиваю теперь здесь. И теперь давайте сравним. Видите, струна немножечко высят. Капельку, но высят. Происходит это от того, что мы ее растянули в области между верхним порожком и колком. Она растянулась везде, но потом, когда мы сняли вот это вот натяжение, когда мы его сняли, у нас струна не везде вернулась к своему исходному положению. Часть ее осталась вот здесь, она не может перевалиться через порожек, потому что он ее удерживает. Что мы с этим делаем? Мы смазываем порог. Ой, тихо. Мы смазываем порог. Мы слегка ослабляем струну, вынимаем ее из паза, берем графитную смазку. Графитная смазка это не что-то волшебно-гитарное, это вполне стандартная вещь. Много где она продается, в автомагазинах, в радиомагазинах она бывает. Полезно взять, например, обрывок первой струны от предыдущего комплекта, который мы сняли, и чуть-чуть ее нанести. Ничего хитрого в этом нет. Основная проблема в том, чтобы купить ее мало. Обычно ее продают в ведре, которым можно смазать целый камаз. У нас такой потребности нет. Если вы ее встретите в гитарном магазине, покупайте, там то же самое, только дороже. Опять я убираю, чтобы было с чем сравнивать, я убираю все несоответствия. Растягиваю струну. Повторяем наш опыт. Растягиваем ее здесь. Вот здесь. И сравниваем. Как видите, теперь строй не теряется совершенно. Можно еще немножечко побендить. Уже с этой стороны. Чуть-чуть поползла. Сейчас проверим. Все равно немножечко терять. Немножко диаметрия неудачная. В смысле, что струна находится еще и вбок. По крайней мере, теперь это стало... Обмануть что ли кого-нибудь. Чуть-чуть поползает. Таким образом можно минимизировать эту проблему. Здесь ее изначально почти не было. Но вот эти вот почти, они даже чуть-чуть остались. Иногда бывает так, что сама прорезь недостаточно округла. То есть струна на ней лежит не вот так снизу. Не видно ничего. Она лежит не на дне прорези, она лежит чуть выше. Вот так вот. Иногда бывает так, что сама прорезь за счет своей геометрии не пускает струну даже в смазанном виде. То есть если вот эта вот прорезь, если вот эта вот наша струна, то в идеальном случае она ложится на дно паза и плотно там зажата. А в неидеальном случае, которые бывают, она не ложится на дно. Ее просто зажимают стенки. И при каждом движении туда-сюда она все глубже проваливается и все сильнее трется. Поэтому, если вдруг все это не помогает, если вы уже смазали и все равно гитары не строят, опять же, есть смысл, если вас это, конечно, беспокоит, показать гитару кому-нибудь, кто с гитарами работает. Проблемы стандартные, они все знают. Я на одной струне это показал, дальше, пожалуй, уже не будем заморачиваться. Так. И еще одна вещь полезная. Ее полезно, как мне кажется, знать. Это вопрос хрипа. Разных регулировок на гитаре. Вот этот переключатель, вот эта вот штучка, она называется потенциометр, точнее, не сама она, а то, что под ней элемент, который крутится. Это она может слегка издавать вот такие звуки. Электрика это очень любит делать. Здесь вот все хорошо. Но если там есть прямо сильный такой треск, неприятный, то это тоже наш случай. Эти штуки можно достаточно легко убрать. Вот. Правда, для этого тоже придется раскошелиться, но это придется делать один раз в жизни, и это вам рано или поздно все равно пригодится. Не с гитарой, а с каким-нибудь там пультом. Есть штуки, называются очтители для контактов на масляной основе. У меня вот такой вот. Их на самом деле есть тьма разных. Есть там контаклин, есть много есть разных. Диоксид есть. Есть специальная даже ВД-40 специально для контактов. Их много разных. Я сейчас покажу, как это работает. Для этого надо открутить крышку. Вы ничего не теряете, используя вот это средство, потому что оно все, что делает, это оно растворяет окислы на контактах. Оно их очищает. Контакты электрические это то, что вот внутри. Потенциометры, внутри переключателя, там все основано на тоненьких лапках металлических из цветных металлов. И если мы их почистим и это не поможет, придется, значит, что-нибудь поменять или с этим смириться. А если поможет, так и слава богу. Вот электрика. Вот электрика. Вот, собственно, наш элемент, потенциометр, который крутится снаружи. Я аккуратненько из трубочки туда пшикаю. этого волшебного вещества. Много не надо. Но при этом, если он попадет на гитару где-нибудь, то ничего страшного в этом нет. Просто вытрите его, да и все. Единственное, что я не знаю, что у вас. У меня вот эта штука и вот эта гитара. Может быть, у вас какие-то другие инструменты и другие вот эти вот. Состава обязательно проверяйте. Чуть-чуть где-нибудь на краешке гитары. Чуть-чуть на тряпочку брызнули. Где-нибудь на незаметном месте. Где у нас тут место незаметное? Например, вот здесь. Аккуратненько капельку попробовали. Посмотрели, оно что-нибудь делает с лаком или нет. Скорее всего, нет. Но проверить никогда не помешает. Промыл потенциометр. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Может быть, и ничего. Есть смысл немножечко походить потенциометром, чтобы там потерлись друг от друга контакты и очистились. Для этого не обязательно, чтобы что-то звучало. Надо просто, чтобы он механически потерся. Достаточно. Помогло? Сработало? В данном случае. Во многих случаях бывает, что потенциометр износился механически. Тогда придется его заменить. Это совсем другая история. Можно еще сюда чуть-чуть брызнуть, просто для красоты. Чуть-чуть. Он стечет, он найдет дорогу к контактам, немножечко их предохранит. Это полезная вещь в хозяйстве, потому что у вас рано или поздно начнет хрипеть не гитара, а, например, квакушка, ну, вау, педаль. Начнет хрипеть усилитель и так далее. Это очень универсальное и очень полезное средство. Хранится оно вечно. Я искренне советую каждому музыканту его купить и куда-нибудь поставить в шкаф. Но ему пригодится множество раз в жизни. Не обязательно вот это. Их есть много разных. В любом радиомагазине вам с радостью их продадут вагон. Когда мы крутим винты крестовой отверткой, есть смысл на эту отвертку не только ее вращать, но еще и давить на ее сверху вот так. Долго объяснять почему, но это вас предохранит от того, что вы сорвете головку винта. То есть вы давите на винт и параллельно вращаете отвертку. Важно это знать. Чтобы не терять винтики, полезно завести под них отдельную баночку. Так, вопрос решен. Осталось надеть анкерную крышечку и фактически это все. Примерно так выглядит процесс подготовки гитары конкретно к вам, к вашим рукам. Гитара это музыкальный инструмент, он решает ваша задача. Вы его настраиваете под себя, не под меня. То есть не под вот эти вот сказанные мной миллиметры, не так, чтобы тюнер был вами доволен. Вы работаете над тем, чтобы гитара не стояла у вас на пути, чтобы она не мешала вам играть. Если она мешает, то возможно это неправильная гитара, возможно просто нужно ее немножечко подрегулировать. Практически это все. На некоторых инструментах, на тех, на которых есть тремоло, рычаг, на них есть система, которая регулирует, собственно, положение этого тремола и то, под каким углом он находится в нейтральном положении. Обычно у этих гитар сзади есть выемка, в которой есть пружины, которые тянут тремоло назад в противовес струнам. Есть два больших винта под крестовую отвертку. Их есть смысл подкручивать, если вам кажется, что тремоло слишком сильно наклонилось. Соответственно, вы их затягиваете под часовой, оно немножечко ложится обратно. Ослабляете их, оно наоборот прогибается под струнами. Это все. Продолжение следует...